«Передовой медицинский опыт Центральной Азии, инновационные стратегии, инвестиции в здравоохранение были обсуждены как местными врачами, так и международными специалистами этой сферы. Наша страна выразила заинтересованность в укреплении регионального сотрудничества в области медицинских исследований и программ обучения. Эдиль Байсалов призвал участников форума к совместной интеграции современных технологий, таких как искусственный интеллект и телемедицина». «Наш регион переживает значительный момент в своей истории. Будучи независимыми странами уже 33 года, мы достигли значительного прогресса в здравоохранении, сократив и ликвидировав многие болезни, снизив детскую и материнскую смертность и увеличив продолжительность жизни. Несмотря на трудности переходных экономик за последние три десятилетия, мы твердо придерживаемся того, что общественное здравоохранение является фундаментальным правом и основой социального государства». Привлекать инвестиции в сектор здравоохранения стороны планируют в соответствии с целям устойчивого развития, например, посредством государственно-частного партнерства или с помощью инструментов справового здравоохранения для повышения эффективности. «Мы сокусиним вклад в Всемирные организации здравоохранения, повышение эффективности организации, поиск новых подходов к употреблению здоровья населения, отстаивание интереса здоровья во всех политиках, укрепление систем здравоохранения. Предпринимаемые меры с поддержкой Всемирной организации здравоохранения позволяют достичь как в нашей стране, так и во всем мире значительного прогресса по снижению времени инфекционных и неинфекционных заболеваний». Достижениями в части снижения заболеваемости туберкулезом поделилась Кыргызская сторона. По данным главы центра фетезиатрии, в стране уменьшилось время туберкулеза. Также идёт и стабильное снижение смертности от этой болезни. «В частности, снижается и заболеваемость от туберкулеза, и смертность от туберкулеза. Для сравнения, перед пандемией в 2019 году у нас в Кыргызстане заболеваемость туберкулезом составила 93,5 случаев на 100 тысяч населения. По данным 2023 года мы добили снижение заболеваемости туберкулезом до 58,9 случаев на 100 тысяч населения». Медицинский форум стал площадкой для обсуждения решения существующих проблем в здравоохранении. Участники обменивались опытом в преодолении определенных трудностей в деятельности. В целом, для Центрально-Азиатского региона предстоит решить вопросы лекарственного обеспечения, улучшения оказания первой медпомощи, а также подготовки и переквалификации кадров. «Кыргызстан сегодня поделился, что планирует в целом внедрять новые подходы к укреплению кадрового потенциала страны. Они для нас тоже очень интересны. Вопросы укрепления первичной медико-санитарной помощи звучат не первый год. Сегодня Казахстан еще раз озвучил нашу инициативу по созданию коалиции стран по МСП. Мы приглашаем страны, участниц сегодняшней площадки в целом вступить в данную коалицию для того, чтобы обмениваться опытом». На сегодня между странами региона реализуется дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия Центральной Азии. Она определяет 11 направлений действий, включая укрепление первичной медико-санитарной помощи, продвижение царовой трансформации здравоохранения, улучшение финансовой защиты, снижение времени инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также создание здоровой и зеленой среды. Ахмур Нурдинова, Абекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.